Непонятно какого цвета. И из бесполезных покупок, вернее даже, опять-таки, это не покупка была, а подарок, я тестировала этот гель, этот биогель. И этот биогель у меня только для дизайнов. Я как самостоятельным материалом им не работаю, потому что были прецеденты, этот биогель откалывается. Очень мне не понравилось, как этот биогель работает. Он стоит недорого, в принципе, но как-то давали мне его на тестирование, и мне не понравилась работа этого геля. Поэтому я его использую для дизайна. Итак, я беру этот гель, беру кисточку, окунаю и промазываю тонким слоем. Вот, весь образец я промазала. Очень большая поверхность, поэтому на это уходит много времени. Теперь я достаю свои новые дизайны из лампы. Вот они как выглядят. Здесь можно добавить все, что угодно. Можно два цвета. Ну, это уже ваша фантазия. Я вам просто показала, как делаю я. Теперь я посылаю в лампу вот этот образец. И ждем, пока он высохнет. Я считаю, очень даже прилично выглядит. Наверное, не фокусируется, может быть, но нормально. Теперь мы берем вот такой, совершенно небольшой. Эти кусочки абсолютно невесомые. Когда я работаю с вот этой фольгой, я прошу даже клиентов не дышать, потому как все разлетается, и потом вы не поймаете этот кусочек нигде. И сами старайтесь не дышать. Теперь я выключаю вентиляторы все. И тогда только... Так, теперь я достаю свой вот этот образец. Я его намазала тонким слоем геля. На этом образце сейчас липкость. Теперь я беру каких-нибудь два предмета острых. И разделяю на кусочки. На такие, какие мне надо. Большие, маленькие. Вот так прямо разрываю. Поэтому она называется отрывная фольга. Отрываю столько, сколько мне надо. Если вы делаете немного дизайна, то это буквально вот... Не знаю, на одну руку точно хватит. Так как я взяла большой образец, я не буду экономить. Вот, видите ли, уже полетела. Я только вдохнула. Теперь мы на липкий слой. Если нам не задуман никакой дизайн, да, мы просто хотим в хаотичном порядке. И набрасываем эти кусочки. Расправляем. Пока набрасываем. Нам главное набросать, чтобы не разлетелись эти дизайны, эти кусочки. Это простые вещи. И, как бы, я знаю, что большинство из вас уже знают. Но все равно, исходя из того, что мне много-много приходит вот именно таких простейших вопросов, поэтому я решила вам подготовить именно вот такой дизайн. Вот такую работу. Я... Ну, пригодится, пригодится. Нет, не судите уж так сильно строго. Потому как простые вещи, такие вам показывали. Вот, я... У меня, скажем, непонятно, какой тибериный, может быть, не тибериный, леопардовый. Леопардовый будет дизайн. Какие-то разлетелись. Еще меня драли. Не хотят. Ну, мы их заставим. Все. Они у нас на месте. Теперь мы их можем пальчиком подприжать, чтобы они нигде не торчали. Можем расправить кисточкой какой-нибудь. Ну, я обычным пальчиком расправляю, чтобы не заморачиваться. Мне главное, чтобы ничего не торчало, чтобы потом, когда мы будем перекрывать последним слоем геля, если это поверхностный дизайн, чтобы потом не пришлось еще много что-то там пилить, шлифовать. Если где-то что-то будет торчать, мы можем бафиком пройтись. Вот мы все приклеили. Теперь снова фиксируем в лампе. И я снова отправляю в лампу. Теперь я достаю из лампы образец. Беру финиш гель. Мы зафиксировали в лампе для того, чтобы, когда мы будем перекрывать гелем, неважно каким, базовым, моделирующим или финишным. Про базовый я говорила вам, да, что если у вас нет геля с липким слоем финишного, то вы можете перекрыть базовым. И вам будет тот же самый с липким слоем финишный гель. И при этом не будет никаких неприятных отслоений. Будет все красиво носиться. Ну вот, мы перекрыли. Я снова посылаю в лампу этот простой дизайн. Одна девочка на форуме «Розовые розы» задала вопрос, что к ней пришла клиентка, не ее, после другого мастера. И на клиентке были тонированные ногти тенями. И она спросила, можно ли тенями делать фон. И как это сделать? На самом деле тенями, конечно же, можно делать тоже все, что угодно. И бывает очень-очень красиво. И никто не запрещает пробовать, экспериментировать. Но надо помнить, что сейчас наши производители стараются гнаться друг за другом и выпускают получше как-то тени. И добавляют в них различные компоненты, масла и так далее. Если в тени добавлены масла и силиконы, то, скорее всего, будут отслоены. Так, мы зашлифовываем ноготок. Мы всегда делаем все по зашлифованному, потому что по гладкому, по незашлифованному работать гораздо сложнее. Это вы должны просто запомнить, как дважды два рисовать сложнее, красить ноготки сложнее и так далее. То есть, когда у вас ноготок зашлифованный, то хотя бы немножечко, то будет гораздо лучше. Итак, я зашлифовала образец, застряхнула пыль. Теперь я это делаю первый раз. Вот при вас я это делаю первый раз. Я этого не делала. Поэтому, как получится, я даже не представляю. Я беру тонким слоем, наношу гель. Тонко разношу его по всей поверхности образца. Итак, я нанесла тонким слоем гель. Теперь я беру и отправляю этот образец в лампу. Нам надо глипкий слой. Теперь я беру еще один образец. И тоже его зашлифовываем. Убираю пыль. И опять тонким слоем наношу гель. Вот сейчас мы нанесли опять тонким слоем гель. Конечно же, мы можем смешать акриловую пудру. И нанести тоже тонким слоем или толстым. Ну, покажу другой вариант. Достала первый образец, который приготовила для теней. А этот образец я снова беру. Теперь я беру тени. У меня вот такие шиммерные тени. Очень-очень красивые. Они рассыпчатые. Вот такого цвета. Другой, вот они не единственные. И такие вот, которые я бы хотела показать. Похвастаться. Так, вот кисточку. Беру кисточку. Кисточка у меня любая, абсолютно любая. Не имеет значения, какая кисточка. Беру образец. И я повторяю, что я это делаю первый раз. Из кончика начинаю вот такими втирающими движениями приклеивать эти тени. Так как эти тени, в общем-то, такие, скажем... Не очень яркие. И получится, в общем-то, не очень яркие. Ну, блестящий такой шиммерный будет дизайн. Не очень красивый цвет теней, конечно, и ложится некрасиво. Вот о чем я говорю. То, что тени, это не всегда есть хорошо. Так, теперь я буквально для эксперимента. То есть вы поняли, что тени можно, да? Никто не запрещает тени. Теперь я беру почти точно такого же цвета. Ну, немножко другого, чтобы вы поняли. Специальное средство, да? Которое называется перламутр. И теперь я этот перламутр буду наносить на этот же самый ноготок. И что мы видим? То есть тени не оправдали моих ожиданий. Тени легли некрасиво, неровно. И, вероятно, носиться не будут. А вот этот вот пигмент перламутровый лег очень красиво, плотно, ровненько. И я уверена, что носиться он будет хорошо. Поэтому делаем такой вывод простой, что лучше пользоваться профессиональными средствами. То есть если вы видите, что тени и этот пигмент, они почти что идентичны, похожи, схожи, да? Но результат разный. Тени пошли комочками, не легли ровненько. Вот они, эти тени. А перламутровый пигмент вот так лег. То есть этот эксперимент мне сейчас вот я придумала и при вас его сделала. Для того, чтобы все это держалось, пусть оно даже будет в таком некачественном виде, нам нужно закрепить и снова отправить в лампу. Я достала образец, который перед этим покрыла тонким слоем геля. И сейчас мы с вами попробуем покрыть этот образец акриловой пудрой. У меня вот акриловая пудра. Фирмы какой, не знаю, не спрашивайте даже. Вот такая акриловая пудра. Я беру опять кисточку и на липкий слой наношу акриловую пудру. Эта акриловая пудра, ну, какой-то не особо удачный я взяла оттенок, но сейчас я возьму другой. Она прозрачная почти что, и она теряется в липком слое. Но для тонировки, то есть даже акриловая пудра рядом с тенями вот этими работает гораздо лучше, чем, ну, сами тени, да. Сейчас я возьму какой-нибудь другой цвет, для того, чтобы убедиться, что яркие цвета у меня тоже есть. Ну, допустим, вот такой, да. Опять-таки я говорю, что я не делаю дизайны. Я показываю, как можно затонировать ноготок акриловой пудрой, например. Вот. Я считаю, что это очень-очень даже для тонировки, но здесь вот не очень плавный переход, я как-то не стремилась этого добиться. Вот. Вот такой вот желтенький. Это на липкий слой геля. Ну, давайте возьмем еще какой-нибудь, еще поядрененький. Вот такой. Нет, он некрасивый, мы не будем его брать. Гадкий. Ну, всем известная, всем известная пудра. Акриловая. Возьмем этот цвет. Посмотрим, как. Ну, практически как первая. Наверное, даже не стоило ее брать. Чуть-чуть поярче. Здесь немножко больше пигмента в этой пудре акриловой. Так. Ну, давайте еще какой-нибудь цвет возьмем. Например, хочется мне прямо, прямо синий, хочется что-то взять. И опять я беру кисточкой. И, несмотря на то, что цвета, в общем-то, в баночке яркие, как вы видите, акриловая пудра на липкий слой тонируется вот таким вот, не очень таким ядреным, таким нежным цветом. То есть вы можете подбирать разные варианты. Ну, и напоследок вот давайте еще вот зеленый, вот прямо прям зеленый. Ну, он, конечно, совсем не зеленый и будет еще очень блекло смотреться. Ну, и так. Для набора все уже закончился, липкий слой я дальше не мазала. Теперь я беру, отправляю этот ноготок, этот образец в лампу, для того, чтобы зафиксировать акриловую пудру. Вот у нас высох перламутр, высохли тени, как вы видите, сверху у меня перламутр, а снизу тени. Ну, результат, как говорится, налицо. Сейчас я перекрою финишем. Я оставлю эти образцы. Может быть, потом, когда-то, какие-нибудь дизайны мы с вами на них сделаем, потому что просто так они же не могут валяться. На них нужно сделать какие-то дизайны. Поверхность, там, где перламутр гладенькая, ровненькая, какая-то такая интересная, эффект такой интересный. А на тенях, вот, то есть, может быть, какие-то другие тени. Ну, специальные тени, конечно же, я не пойду покупать, потому что у меня достаточно много материала, всякого тонирующего. Вы сами видели, что можно взять акриловую пудру, отправляем в лампу. То есть, мы с вами более-менее уже разобрались, что переводная фольга переводится, и переводится она на что-нибудь такое липкое. Либо недосохший лак, который такой, как бы, он сухой, но можно еще так. Либо на липкий слой геля, высохший, но липкий слой геля. Либо на специальный клей и так далее. То есть, переводится. Если вы перекроете переводную фольгу каким-нибудь лаковым покрытием прозрачным, то эффект, особенно вот такой красивый, когда всякие такие штучки там, он весь пропадет, все, это буквально будет одной некрасивой массой. Даже вот сейчас вот испорчу вам один образец, вот специально покажу вам, как это некрасиво будет. Вот очень хочется мне это показать, если вы видите, что вот сейчас какой... Да, смотрите, да, мы видим там все такими квадратиками игра, и такой все 3D какой-то эффект. теперь я беру прозрачный верхнее покрытие в таком бутыльке и беру кисточку и крашу. ждем не долго и как вы видите что-то осталось, что-то, что-то, но оно осталось только потому, что долго лежал ноготок у нас пока все это я делала вам, рисовала, у него уже нет этого эффекта. Если вы помните, какая была фольга, и она точно так же перевелась, да, какая она была яркая, какая она была замечательная, вы перекрыли прозрачным верхним покрытием, и она уже не такая яркая. То есть, если человеку не нужен такой яркий эффект, вы можете в принципе сделать так, лаком сверху перекрыть. Это решать уже вам. Итак, мы достаем последний свой образец, и я делаю последние движения, перекрывая его финиш гелем. Перекрыли финиш гелем, и отправляем образец в лампу. Итак, у нас остался не доделанный один, ну, как бы не дизайн, а как бы сказать-то даже не знаю, стоит ли его вообще доделывать, потому что цветовая это не подходит к нему. То есть, вы можете обрисовать, так что мы можем предложить. Ну, конечно, очень ярко будет, если будет это все обрисовано черным цветом. Итак, мы из этого, что мы из этого сейчас можем сделать? Ну, конечно же, что же я еще могу сделать? свой любимый дизайн. Конечно же, я думаю, что у вас фантазии очень много, вы можете придумать очень много всего интересного. и мы делаем меню. Ну, что-то такое, какая-то такая абстракция непонятная, может быть непонятная, может быть и понятная. тем не менее, все это я сделала буквально на ходу, я ничего не заготавливала заранее. Мне, конечно, наверное, стыд и позор, нужно было все это подготовиться, как-то все эти дизайны придумать заранее. Как-то я вот такой недисциплинированный человек, наверное, что мне легче и интереснее на ходу все это придумывать. И так же самое я работаю с клиентами. Никогда клиент не знает, что я ему сделаю, никогда не знаю я сама, с чем уйдет клиент заранее. Поэтому можно делать все, угодно, когда душа просит и фантазии полет, какой-то бред понес. Ну, в общем-то, вот так можно обыграть все вот эти вот кусочки фольги. Здесь можно очень-очень долго играться, выводить всякие завитки, всякие такие интересные элементы. Если вам это интересно, вы можете долго с этим сидеть, можете по-быстрому это все нарисовать. Но, тем не менее, как я уже сказала, все это я придумала только что. нет работы. Ну, как бы я, да, раньше рисовала все это дело вам, но вот специально, чтобы вот, а, вот сейчас я это видео сниму, и вот это вот покажу, и вот это сделаю. Нет, такого не было. То есть, я придумывала все на ходу. Главное, ничего не бояться, ничего не испортить, никогда ничего не страшного. Здесь у нас еще такие кусочки есть, мы можем их не отдельно как-то так, неровные же были края, мы же не можем ровные края прямо сделать. Ну вот, мы можем их обыграть, обрисовать, мы можем придумать сказочный такой прямо, прямо сказочный дизайн. Вот. Глянь, ничего не видно. то есть, мы можем все что угодно, если очень, если он очень темный дизайн, можно сделать какие-то светлые акценты к этому дизайну, оживить его таким таким вот способом, сделать его более воздушным. Мне кажется, он уже и так воздушный, это уже просто не могу остановиться. Ага, остановите меня, я не могу остановиться. Помогите. Заберите у меня. теперь мы можем перекрыть их просто лаковым покрытием это все. Все, конечно, блестит, все, конечно, бликует, но я вас уверяю, это очень красиво. Не падать. Ну, примерно вот так вот. Конечно, конечно, это импровизация, конечно, это все на ходу, но попробуйте хотя бы так. Я, конечно, не говорю там девочкам, которые вообще там монстры, которые рисуют картины на ногтях, но это просто салонный такой вариант. Вы можете это нарисовать на френче, можете нарисовать на одном ноготочке, можете нарисовать там на двух, и это будет очень-очень красиво, нарядно смотреться. В завершении все, что мы сегодня с вами сделали, это тонирование акриловой пудрой по липкому слою геля, это отрывная фольга с обрисовкой, приклеенная на липкий слой геля фольга, это переводная фольга, которую я переводила на гель лак, и это тоже переводная фольга, которую я переводила на гель лак, это переводная фольга, переведенная на специальный клей, перекрыта прозрачным лаком, потерялся рисунок немножко после этого, и как вариант, девочка спрашивала у меня можно литонировать ногти тенями, вот здесь вот нижняя часть это тени некрасиво, неровно легли рассыпчатые тени, может какие-то другие надо для этого использовать, но я экспериментировать не буду с тенями, это точно, а верхняя часть у меня как для примера, для контраста я сделала, тонировала специальным порошочком, который называется перламутр, который продается специально для тонирования, для дизайна и так далее. Вот, пожалуй, и все, то, что я хотела вам показать, думаю, что вам понравился мой небольшой мастер-класс, давайте мы с вами поговорим под видео, вы мне оставите какие-то комментарии, может быть, будут вопросы, с удовольствием отвечу на ваши вопросы, может быть, будут какие-то еще идеи, с которыми вы не побоитесь расстаться и поделитесь с нами, тоже будем очень рады, на этом всего вам доброго, с вами была Светлана Соколова, пока-пока. Светлана Соколова,